Вы смотрите телеканал Freedom. Спасибо, что вместе с нами узнаете правду о войне в Украине. И с нами на связи Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Вот раз страшная ночная новость о том, что россияне совершили этот теракт, который можно приравнять к оружию массового поражения. Скажите, как наши воины восприняли эту информацию, о чем говорят ребята? Конечно, что это дополнительная мотивация к тому, что врага надо только уничтожать и выгонять с нашей земли. Что никаких цивилизованных человеческих переговоров с этим режимом не может быть. Что они не останавливаются ни перед чем. Жизни человеческие, ни собственных граждан, ни тем более наших украинцев, для них ничего не значит. Значит, соответственно, как обозначил наш верховный главнокомандующий президент и главнокомандующий, все командующие наших направлений, что только жесткий отпор, жесткое, скажем так, поражение заставит этого врага уйти с нашей земли, а после этого платить за эти преступления в течение, наверное, даже не лет, а десятилетиями. Но сейчас возникает резонный вопрос, какая была практическая военная необходимость это делать. Это просто большой террористический акт. Сейчас мы разговаривали с Натальей Гуменю, главой Объединенного кондиционного пресс-центра командования ЮГ. И вот она сказала, что прежде всего нанесли вот именно военный большой урон сами себе. Во-первых, пошли мины к ним там в окопы, как это уже было. И сейчас вот прошла информация о том, что много российских военнослужащих просто сидят на деревьях, и командование их не спасает. Но суть в том, что мы уже неоднократно говорили, в том числе и с вами, что руководство военной современной России, в том числе и операции в Украине, оно, мягко говоря, даже советскому, не самому идеальному, уступает. То есть там шла деградация по всем направлениям, пользуясь тем, что нефтедолларовый дождь завалил экономику, и можно было удерживать там какой-то, скажем, средний уровень, ну, даже, может, ниже средний, ну, который, скажем, позволял население держать таком покорным и рисовать на телевидении, насколько Россия великая, а на самом деле шла деградация, коррупция по многим направлениям, и абсолютно вооруженные силы не стали каким-то исключением, тем более, когда их возглавил такой отпетый коррупционер, как Шойгу, который такой типичный держиморда, который еще со времен Ельцина строил карьеру и понимал, что главное, у него всегда был раздутый штат пресс-службы, еще когда МЧС российское возглавлял, и он сделал, запиши, не сделал, запиши, даже не дважды, наверное, у него, а пять раз, и он это все умел преподнести, и, соответственно, складывать иллюзию какой-то там мощной армии, и в том числе какому-то мощному штабному и вообще руководству. На самом деле история показала, что абсолютно безграмотное, абсолютно бестолковое, абсолютно непонимающее реалии современной войны руководство, которое ошиблось в самом начале при штурме Киева, рассчитывая на Близкри, и уже полтора года мучают нашу страну, себя, ну это нам на них-то плевать, но и, скажем, пол Европы тем, что заставляют решать эту проблему, и дело в том, что технишаги, они, мягко говоря, непродуманы, непросчитаны. Если мы при планировании всех операций максимально учитываем собственный опыт, максимально учитываем все новейшие достижения военной науки, более того, еще запрашиваем иногда у партнеров какую-то информацию, и скрупулезно потом изучаем то, что мы достигли в результате операций. И поэтому у нас получается, имея довольно ограниченные силы и средства, получается удачная операция, типа Киевской, Харьковской, Херсонской, Лиманской. И мы видим с точностью наоборот. Тут подорвали, вдруг это как-то там остановит движение Украины, абсолютно не просчитав все риски, в том числе и для себя, и для своего международного имиджа, и для, в том числе, даже для своего личного состава. Ну, то, что касается для своего личного состава, мы уже сказали, что там они сидят на деревьях просто, и командование их не спасает. Но если провести небольшой исторический экскурс, ну, подобное уже было во Второй мировой войне, когда советские войска, отступая, взорвали Днепрогресс. И при этом, понятно, что они затопили очень много деревьев, тогда и люди, и даже коровы там после схода воды там висели на деревьях, но при этом они утопили свои собственные подразделения тогда, которые ниже по течению переправлялись. Никто их даже об этом не предупредил. И вот тут какая-то историческая параллель, мне кажется, прослеживается. Ну, да, у них же вся их, скажем, идеология сводится к тому, что нам себя же даже не жалко, не то, что бойтесь нас, мы вас еще тем более не пожалеем. И все вот это бабы других нарожают. Ну, просто чуть-чуть уже изменились времена, изменилась их демография, и изменилось даже качество их руководства. Тот же Сталин, каким бы кровавым ни был тираном, он все-таки, даже он как-то больше слушался. Хотя стиль оставался тот же в презрении абсолютно к человеческой жизни. Цель геостратегическая, скажем так, геополитическая цель, она оправдывала любые жертвы. Что со своей стороны, что со стороны противника. Поэтому мы знаем про десятки, сотни преступлений, которые делали и предшественники путинского режима. Вот мне сейчас режиссеры говорят о том, что есть видео, готовое видео о том, как плывут буквально дома. Вот мы видим, да, последствия того, что совершила Россия, последствия их террористического акта. Вот мы видим, просто дом смыло и несет по течению. Какая была военная необходимость в этом, непонятно. Мне кажется, это уже тактика нацистов, тактика просто выжженной земли, да, или вот, как говорят, после нас хоть потоп. Вот они и совершили этот потоп, который после них придется разгребать не один год. Да, но если идти дальше по этой исторической аналогии, они должны помнить, что нацистский режим, насколько был мощный, насколько, казалось бы, немецкая дисциплина, промышленность, военная наука, казалось бы, нельзя это победить. Тем не менее, победили денацификация, года позора, и до сих пор еще немцы при некоторых кодовых словах, типа «Холокост», они вздрагивают и сразу начинают извиняться. И это ждет все, тоже ждет граждан уже, или остатки того, что будет от Российской Федерации, и граждан этого, кто себя там сейчас к русскому миру причисляет. Это их все ждет. Вот недавняя история, это история о бывшей Югославии, когда всех преступников нашли, большинство, точнее, к сожалению, возможно, не всех, большинство нашли, в том числе и президентов, и заканчивали они на скамье подсудимых в лучшем случае. Поэтому у них не те сейчас кондиции, чтобы диктовать всему миру, когда за нас более 50 стран, да, наше население полно решимости дать им отпор. Поэтому, да, это больно, это очень тяжело, но, как сказал сегодня и президент на Совете нацбезопасности, что ничто не остановит нас в освобождении нашей земли, а потом в том, чтобы притянуть всех их к ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok